привет 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 друзья с вами роман душкин это новое видео в разделе посиделки у душкина на нашем канале душкин объяснит сегодня у нас интересный гость я познакомился с ним некоторое время назад мы вместе участвовали на мероприятиях архипелага 2020 или какого-то ну короче который был там давно и даже вместе тусили в топе и собственно этот человек который занимается психиатрическими проблемами нашего населения но с применением методов искусственного интеллекта сейчас он к нам зайдет я надеюсь так это владимир рахман владимир рахманов собственно уже подключился да владимир приветствую тебя не слышно у тебя микрофон выключен все прекрасно включил спасибо что присоединился к нам на канале душкин объяснит в рубрике посиделки у душкина у меня такая как бы новая тема я приглашаю интересных людей к себе на канал обсудить цифровую трансформацию различных сфер жизни я тебя уже представил но если можешь буквально пару слов о себе кто где когда и и начнем я хочу задать несколько таких хитрых вопросов окей во первых очень рад что меня пригласил потому что тема на мой взгляд злободневной и в ходе дискуссии я надеюсь что я поподробнее объясню почему вот и относительно того кто я я врач психиатр психотерапевт собственник и руководитель сети специализированных клиник на федеральной нашей российской вот собственно работаю строго по своему профилю занимаемся современной психиатрии психотерапии в амбулаторном режиме госпитализации оказываем помощь взрослым детям семьям и соответственно как я скажу далее очень нуждаемся в современных технологиях и стараемся всячески продвигать да здорово насколько я помню мы с тобой познакомились где-то в двадцатом году по моему 2020 году и потом чуть ли не за руку ходили на архипелаг 2020 да как бы какое-то там место занял в итоге в итоге у нас получилось третье место третье место в архипелаге а мы в десятку не попали в итоге но вы были очень крутые конечно с вас со своим проектом а проект у вас был система поддержки принятия врачебных решений в области психиатрии насколько я помню и мы потом даже да какую-то совместную статью написали на эту тему но отлично совершенно верно мы решили узко специализироваться на своей задаче но и в общем-то до сих пор скажем так гребем в этом направлении это здорово и надеюсь что цифровой транзит стратегическое направление на которое принято в нашем государстве вам в этом тоже поможет ну и мы поможем как люди которые в этом вопросе следующем ну что готов к моим вопросам таким хитрым думаю да отлично ну такой более-менее традиционный вопрос который задают всем врачам которые заходят в область цифровых технологий особенно искусственного интеллекта вот если говорить о клинических психологов или психиатрах то смогут искусственного интеллекта заменить таких врачей когда-нибудь вообще вот давай рассмотрим разные горизонты такой перспективы завтра в принципе это невозможно вот через пять лет через 20 лет вот как да моя задача будет ответить на этот вопрос максимально кратко потому что на самом деле простого ответа нет почему так но начнем с того что психотерапии соответственно психологии это разговорный жанр это общение двух людей как правило то есть это специалисты и обратившись к нему клиент и люди обращаются в том числе и для того чтобы пообщаться получить не только вербальную информацию как таковой но и определенные вербальные контакты эмоциональное тепло человеческое тепло понимание и так далее по этой причине если смотреть например на статистику наших клиник люди изо всех сил стремятся получить именно очную помощь но то есть прийти в кабинет сесть в кресло соответственно и пообщаться со специалистом тогда как допустим онлайн консультирование она у нас традиционно отстает люди к нему прибегают только в крайнем случае если там специалист допустим в отпуске или нет возможности приехать в силу каких-то вот моментов не вот поэтому что касательно психи психотерапии то есть лечение или помощи разговорного жанра я пока в обозримом будущем не вижу возможности для того чтобы заменить человека на что-то человекоподобные или на какой-то интерфейс то есть это будет дискредитировать саму скажем так суть обращения за помощью потому что все же поддержка и вот этот эмоциональный компонент это чуть ли не лидирующий скажем так аспект вот в области такой помощи и считается по исследованиям что от этого зависит больше 40 процентов успеха и представляешь если мы вот эти 40 процентов просто уберем и заменим на какую-то интерфейсную часть пусть даже и более эффективную здесь я скептичен да мне кажется мы сейчас нащупываем вот ту зону где человек будет держать оборону до последнего и это вот так довольно долго да так называемый социальный интеллект взаимодействие теплота человеческой души психи психе или как она называется на вашем на нашем никак не называть потому что это что да 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 это за что-то из прошлого то есть это что-то из верования большей степени да но у нас есть психи когда у нас есть различные виды интеллект социальный эмоциональный прикладной и так далее вот это все можно разложить объяснить и так далее но пока что здесь действительно конкуренции наиболее слабые есть какие-то такие списки профессии которые не скоро уйдут в прошлое и вот психология как таковая в этих списках чуть ли не лидирующее место занимает в отличие от других допустим медицинских профессий но тем не менее так однозначно тем не менее да не все так однозначно и первым чат-ботом в мире первый чат-бот который был вообще реализован элиза она пародировала психолога или да но психоаналитика то есть психолога была построена на очень простых правилах ну и сейчас можно найти реплики в интернетах она просто перефразирует перезадает вопросы тех фраз которые задают пользователь пытается уточнить и даже тогда в 60-х годах прошлого века люди говорили блин как круто она мне помогла хотя там никакой никакого rocket science не было как можно сделать сегодня у меня такой дополнительный вопрос а вот современные социальные роботы так называемые антропоморфные с очень развитые я наблюдаю большое количество современных разработок в области робототехники именно социальной робототехники там вот в этой области практически уже при преодолен так называемый парадокс моралика парадокс моралика давай для зрителей поясню если кто не в курсе это парадокс который заключается в том что мы специалисты в области искусства интеллекта можем очень достаточно легко так скажем моделировать высокоуровневые высшие когнитивные процессы нервной деятельности но вот моделировать и реализовать в коде какие-то самые низкоуровневые процессы управления моторными движениями очень тонкими настройками рук мимики вот этих всех вот тончайших движений просто невозможно это анрил и люди этому научаются в течение все всего своего детства это просто заходит куда туда в самые нижние программы автоматизмов все это делается без участия какой-то какого-то сознательного опыта да мы можем сознанием на это как бы повлиять но большая часть вот всех этих мимических в первую очередь движений которые реализуют наш эмоциональный отклик при общении друг с другом они бессознательны и соответственно вот парадокс моралика говорит о том что высокоуровневые когнитивные процессы мы можем легко моделировать память восприятие мышление принятие решений логическое вот логический вывод да а вот это вот управление мимикой как казалось бы банальнейшая вещь вот не подчиняется но сегодня уже есть решение то есть вот есть роботы которые направлены именно на тонкие движения манипуляторами открытие двери например казалось бы вот открыть двери для человека это расплюнуть по моему годовалый ребенок уже умеет открывать дверь ну если а для робота еще десять лет назад по моему это была нерешаемая проблема сегодня уже есть решение и вот мне кажется что еще лет пять и вот это вот социальная робототехника и создание роботов которые очень похожи на людей с кожей которые очень похожи на человеческую кожу со всеми этими эмоциональными откликами приведет к тому что роботы перейдут ту самую зловещую долину непохожести на человека похожести на труп почему зловещая долина существует потому что мы очень тонко реагируем на то что кажется нам трупом у кого нет мимики вот этой самой живой живой жизни в глазах и живой искорки в глазах да даже есть микронюанс я добавлю от себя то есть когда мы встречаем человеку который если такой диссонанс в поведении вербалики и мимике то мы его сильно пугаемся да это не обязательно про труп но или про какое-то заболевание это по моему какая-то когнитивный не помню как называется какой-то вот ваш психо это из области психиатрии да то есть это несоответствие мимики так и называем и уже начинаем дальше выяснять какого типа но с чем она связана и так далее да но если этот барьер будет преодолен мы этот момент пересмотрим но и да если позволишь я хотя бы чуть-чуть вернуться назад существует глобальная проблема но не в психотерапии то есть не в разговорном жанре да а в психиатрии то есть в чисто сугубо медицинском алгоритмическом вот и наверное про это мы и будем говорить потому что здесь система искусства интеллекта нужны просто категорически прям вот на данный момент времени и тогда мой следующий вопрос тебе не так система поддержки принятия врачебных решений понятная тема у меня на канале можно даже посмотреть пару видео о том что такое сппр какие примеры я делал на эту тему и так далее ссылки в закрепленном комментарии я помещу прямо на эти ролики или даже вот здесь будет видно но вот у нас есть допустим отличная сппвр в области психиатрии мы загнали туда все возможные алгоритмы принятия врачебных решений различные схемы все 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 что только можно и даже большое количество разных кейсов случаев до медицинских вот значит сппвр готовит решение для врача психиатра клинического психолога и он его применяют а кто будет ответственность за такое решение вообще здесь вообще не будет никаких проблем на самом деле она же юридическое обоснование здесь довольно простое то есть если мы не регистрируем такую систему как медицинское изделие я думаю что сейчас никто не будет заниматься используем его как некий назовем так на старый манер интерактивным справочником а вот то исходя из этой формулировки не возникнет никаких сомнений относительно того кто несет ответственность конечно же врач почему интерактивный да почему интерактивный справочник ну же по сути сппвр когда основаны даже на деревьях решений выдает алгоритм то есть она показывает каким образом она пришла к тому или иному решению это не нейросеть соответственно врач ну я я как врач мои коллеги которые вот с которыми мы эти моменты сейчас обсуждаем ну просто у него не возникнет даже желание использовать какие-то данные если он не поймет откуда они взялись так как если система объясняет как она пришла к данному текущему вывода рекомендации например какой-то фармакологической рекомендации то да он сопоставит это с данными я имею ввиду врач сопоставит это с данными в своей голове и воспользуется или не воспользуется этой рекомендации исключительно на свой страх и риск и здесь никаких нюансов в принципе быть не может ну вот насколько я знаю вот в комитете который как раз занимает стандартизация этих вопросов там тоже это все стоит достаточно однозначно то есть соответственность ничего-то врач да понятно вот и сослаться на то что вы знаете я вот назначил лечение потому что бы рекомендовала система я здесь ни при чем никому не удастся однозначно ну то есть речь идет об объяснимом подходе в искусственном интеллекте и мы не можем использовать необъяснимые что даже не не объяснимая не интерпретируемые черные ящики которые там берут допустим засасывать всю историю болезни в себя как там вертят и говорят опа вот такое вот такой план лечения почему я не знаю да вот это категорически нет потому что план лечения может быть точным может быть неожиданным может быть вообще каким угодно но врач не имея возможности самостоятельно понять как это произошло если у него просто иногда это работает как подсказка да допустим такую черный ящик выдал информацию из ага точно а почему бы и нет и у него у самого в голове простроиться логическая цепочка но это если он знает о чем речь а предположим заболевание редкое или необычное или вообще какой-то вот психосоматический профиль клиент необычный и все все теряется в глубине этого черного ящика и конечно никто на себя так в ответственность не возьмет мы имеем дело с живыми людьми а тогда как поступать в случаях если произойдет вот что система даже построены на принципах объяснимого искусственного интеллекта постоянно выдают отличные решения всегда отлично и врач к этому настолько привыкает что уже не осмысляет допустим несколько лет подряд врач там осмысляла решение и все было прекрасно и потом все работает отлично все как бы каждое решение буду подписывать не глядя потому что я на собственном многолетнем понял что система безупречна и он начинает так делать и соответственно система в какой-то момент дает сбой даже она объяснимая там все очень четко по правилам стандартам и так далее и у кого-то там ухудшение или летальный исход вот понятно что с медической точки зрения врач ответственный и тут как бы вопрос нет но вот а морально ну да 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 и таким образом то есть есть про то в большей степени наверное а что делать если врач по сути начнет деградировать то есть его интеллектуальные способности начнут деградировать вряд ли такое произойдет потому что это естественный страх потерять контроль и для современного тревожного человека это скорее ну просто невыполнимая задача ну то есть это регулируется на уровне мышления самого специалиста до система будет выдавать алгоритм но тут врач скорее будет изучать и запоминать конечном итоге так как это делают ну например водители те же самые но мы же автомобили становятся все более сложными все более управляемым но это не значит что на увлажнение пропадает он просто все более заширенным и здесь мы имеем дело да не с замещением интеллектуальных функций врача а с дополнением ну вот то есть по сути мы расширяем арсенал специалиста даем ему больше возможностей для подумать исключая какие-то рутинные моменты или использовать этот инструмент для научного скажем так но несколько прорыва но по крайней мере углубление научных знаний потому что психиатрия сама по себе на данный момент до сих пор черный ящик мы да как то что у нас там мы ставим диагнозы ориентируясь на собственное мнение вкусовщину какой-то степени и аналогии которых бесконечное множество в нашем опыте подбираем лекарства способом научного тыка по сути да мы ориентируемся на клинические рекомендации да мы ориентируемся на авторитетное руководство но подобрать нужную терапию чтобы она была прецизионной эффективной и точной персонализированной как сейчас модно говорить да удается далеко не с первого раза даже если врач ну просто светила всех светил ну вот поэтому отказаться от того чтобы быстрее помочь пациенту но вряд ли кто-то от этого откажется мы заинтересованы в этом крайне просто как люди а вот завалить все на искусственный интеллект расслабиться ни о чем не думать не считая это просто возможно в силу специфики характера человека как такового да понятно ну то есть и речь мы ведем о аугментации не побоюсь такого аугментации да я вовета я забыл как раз этот термин да и вот он здесь наиболее подходящий создание для него экзокортекса да отлично тогда мой третий вопрос и третий мой вопрос о том насколько вот допустим мы создали для человека экзокортекс вот у него он в виде такой сппвр не будем говорить там нейроинтерфейс нет просто да экзокортекс в виде интерактивного справочника который все запоминает который ведет историю болезни врачей у пациентов всех конкретных персонализированный режим диагностики мониторингов вот этого всего насколько в этом случае повысится качество принимаемых решений и как следствие оказываем помощи пациенту вот здесь наверное есть не только прогнозы но и данные исследования и цифры на мой субъективный взгляд весьма драматичны есть одно из моих любимых исследований с хорошим дизайном проведено в техасе в 2004 году там использовались алгоритмы по сути похожие на сппвр и естественно была группа сравнений где использовались ну классическая терапия методом подбора ну вот проведенный анализ отчетов клиницистов и самоотчетов пациентов которые получали вот такое алгоритмизированное лечение показал что с точки зрения врача использование сппвр увеличивает скорость то есть эффективность лечения в два раза в два раза а с точки зрения пациентов в три раза даже вот и бралось это да и бралось это для исключительно такой узкой когорты пациентов связанные с депрессией вот лечение депрессии при всей ну исследуем при всем исследовании исследовании этого заболевания во-первых с одной стороны депрессия самое распространенное психическое заболевание в мире и только прогрессирует с другой стороны до сих пор очень много темных дыр и вот здесь надежда как раз на такие вот системы что они помогут эти вот самые дыры потихонечку заполнить или по крайней мере редуцировать в объеме потому что от скорости лечения от точности подбора препаратов очень сильно зависит исход в том числе наличие или отсутствие осложнений вот более современные исследования 22 года очень часто они связаны с травмой психической то есть посттравматическое стрессовое расстройство здесь цифры скажем так точности специфичности и вот этих прочих статистических параметров тоже очень высоки то есть речь идет о цифрах более 80 процентов в том как система предсказывает и насколько специфично она ставит допустим диагноз при наличии достаточных данных есть уже даже мета анализ и даже не мета анализ обзор литературы систематизированный обзор литературы это наивысший степень доказательности в медицине за 22 год есть такое вот опубликованные данные не вот там исследуется порядка 12 сппвр в области психиатрии вот и этот обзор литературы показывает что точность метода точности этого алгоритма выше 80 процентов для психиатрии это просто супер круто да это космос ну и таким образом тогда следующий мой вопрос скорее всего мы на него уже в режиме диалог ответили но я его так артикулирую другими словами при помощи сппвр мы сможем перейти на персонализированные рельсы помощи пациентам причем независимо от специфики патологии врача вот дисциплина медицинской да мы можем существенно снизить фактор человеческий фактор врачебную ошибку истощение силы воли пациента который не готов ждать вечно пока помогут или иные врачи или те или иные лекарства но то есть в общем то все злободневные темы которые сейчас есть в частной психиатрии на ней мне кажется могут быть таким образом решены среднесрочные перспективе уж точно ну и своего позволения у меня последний вопрос или более насколько я понимаю ты и твоя компания находитесь в составе технического комитета 164 3 до рабочей группе или 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 рабочая группа которая занимается стандартизацией применение технологии искусственного интеллекта в медицине соответственно вопрос уже более такой нормативный какие барьеры сегодня существуют в области права да вообще везде для массового уменьшения систем поддержки принятия врачебных решений и вот с точки зрения если смотреть на эту ситуацию глазами комитета глобальных юридических проблем как ни странно я в этом не вижу потому что если идти в сторону регистрации этой системы как медицинского изделия да это долго дорого и сопряжено со всякого рода сложностями но тот путь о котором мы говорили в самом начале то есть интерактивный справочник решает эту проблему на корню и как бы позволяет ну скажем так не вникать юридические дебри и тут если смотреть с этой позиции возникают совершенно другие сложности и это сложности скорее культурно-просветительского характера даже в исследованиях которые даже в исследованиях которые вот проводится масса сейчас за границей не в россии указано что технические возможности существенно превышают знания и использования этих систем то есть есть глобальный разрыв тем что может вот скажем так современные тех могут современные технологии и тему каков запросу общество в том числе и сугубо медицинского и вот как раз этим просвещением в этой области нужно заниматься для того чтобы это стало ну некой такой банальной рутинной частью нашего бытия в этом я вижу проблемы но и второй этап это естественно сначала это принять а вторым этапом решить ну скажем так ряд финансовых вопросов то есть тема должна быть еще и финансово привлекательным для того чтобы взор массового потребителя из медицинской среды или ученых которые работают на стыке технологий был обращен в эту область постоянно на постоянной основе вот так я себе это вижу да понятно владимир спасибо тебе большое что пришел к нам на завалинку мы посидели по моему было прикольная беседа я думаю все наши зрители могут писать вопросы прямо в комментариях владимир помониторит некоторое время комментарии здесь обязательно вот ну и в ссылках в описании к этому видео я обязательно добавлю какие-то ссылки которые владимир мне предоставит да я их предоставлю обязательно спасибо владимир спасибо большое спасибо всем зрителям что присоединились к нам владимир пару слов пару каких-то советов книг для чтения книг для чтения ну вот я наверное сделаю таким образом ничего я советовать не буду чтобы просто не быть голословным и подкрепить эту информацию которая у нас прозвучала в эфире я предоставлю ссылки на статьи которые полно описывают в общем-то происходящее и в том числе подтверждают то о чем мы говорили наверное вот следующим образом а вот что 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 касается книг то особенно стыки психиатрии и скажем так технологии или чисто относительно современной психиатрии здесь глобальная дыра на русском языке мы ничего не найдем но если позволишь я тогда дам пару снаряды у меня на канале есть плейлист душки на книгах и там есть большое количество интересных книг но я дам совет прям прям конкретно по нашей беседе первая книга это оливер сакс человек который принял свою жену за шляпу и вторая книга это дик свап мы это наш мозг это прям мастри для всех тех кто хочет начать свое движение в области изучения того что такое вот тот полутора килограммовый кусок жира который находится у нас под черепной коробки холестерина да да и почему это самый волшебный самый сложный объект во вселенной который нам известен то есть поддерживаю это действительно хорошая литература вот ну и книги конечно александра романовича лурии нашего уже писателя ученого психиатра величайшего да все и тут все наверное можно посоветовать вот все которые он выпустил написал прям можно читать все подряд наверное так все всем пока с вами был владимир рахманов и роман душкин до свидания и и и и и и и и